Для Украины главный вопрос был и остается, если побеждает Трамп, что ждать Украине от него? Вот, например, сегодня Wall Street Journal вышел с такой аналитикой, они пишут, что в случае избрания Трампа президентом может начаться совершенно новая фаза войны в Украине. И имеют они в виду как раз обострение войны, как раз то, что Трамп может еще больше помогать Украине, чем администрация Байдена, потому что по своему характеру не захочет, чтобы проиграла Украина, а значит проиграли США, которые за Украину заступились. Вообще это возможно? Это все ровно наоборот, значит, совершенно нет, совершенно не так. Потому что Трамп, он больше такой, скажем, популист в этом плане. Он еще каких-то нагретных решений за все свои 4 года пребывания не принял. Он решил, помните, приручить северокорейского лидера, значит, поднял его популярность и вывел его в свет, значит, на тот вопрос, значит, ну, кинул, что называется, значит, и так. Поэтому ничего он кинул не добился. И сейчас не будет добиваться. Он в другой категории. Он не принимает серьезных ответственных решений. Поэтому я думаю, что для Украины это будет плохой вариант. И не будет никакого увеличения помощи. Это будет наоборот, значит, он будет говорить, что это Европа. Европа ничего не делает. Все за счет США. Мы, американцы, не согласны с этим, значит, да. Пусть Европа все это делает. Вот если они будут делать там много, больше, чем в два раза, чем сейчас они делают, тогда мы что-то увеличим такое. Он будет торговаться вот таким образом, значит. Поэтому так в легкую, значит, скажем так, рассчитывать, что приход Трампа обострит ситуацию с точки зрения увеличения помощи Украине, я думаю, что это совершенно не так. Совершенно не так. Все проблемы поддержки Украины в одном. На Западе все по-прежнему боятся. Что будет, если Украина победит? Что будет с Путиным? С ума он сойдет? Нажмет кнопки, не нажмет кнопки. Особенно в Германии вы видите. То есть, эта боязнь самая большая. Именно поэтому Украина получает только поддержку такую, чтобы удерживать, ну, чтобы Путин не поработил, не растоптал Украину. Но, чтобы Украина не победила Путина. Поэтому до сих пор решение не принято. Вот в начале июля будет саммит НАТО, юбилейный саммит. Вот так, к этому времени, я думаю, что уже созреет ситуация. Вы видите заявление президента Макрона Франции, значит, вы видите заявление бывшего премьера, а теперь министра, значит, Камерона, значит, британского, значит, да. Но это все зреет. Вы слышали тоже заявление голландского премьер-министра. Вы знаете позицию Балтийских государств, Польши и так далее. То есть, ситуация созревает для того, чтобы принять глобальное решение в отношении Украины. Поэтому боязнь может скоро закончиться. Но сейчас это все созревает. Эти два года никто не понимал, что делать. Значит, теперь поняли, что Украина может себя защитить, и она способна побеждать. Но решение вот такое не принято, потому что никто не понимает, или, по крайней мере, до сих пор не понимает, как можно рисковать в борьбе с Путиным. Но увидите там тоже, по-моему, где Вашингтон-Посса публиковал, что там красные линии, а, итальянская газета, что красные линии вроде бы НАТО уже обознали. Поэтому все это ситуация зреет, зреет, зреет. И я надеюсь, что в ближайшие эти два месяца все-таки примут решение правильное. А какое, Михаил Михайлович, какое это может быть решение? Давайте конкретизируем. Что именно может быть? На моем понимании, правильное решение – это не просто продолжать помощь, а удвоить помощь. Потому что сейчас Украина располагает меньшим потенциалом и людским, и финансовым, и вооружением, чем Путин. Путин запустил, во-первых, он сумел перевести за короткий срок всю экономику на военные рельсы. Все советские предприятия, которые раньше производили такое, ну, обычное вооружение, там, снаряды обычные и так далее, и так далее, не современные, а с советского периода, работают на полную мощность. Слады уже забиты все. Вы видите, что на фронте происходит. Там один в десяти снаряды идут. Украинцев нет ничего, а тут увеличение идет. Поэтому он ее берет в войну на истощение. В расчете, что Запад устанет и прекратит, и уменьшит реально поддержку, слышат еще слова Путина, слова Трампа о том, что я тут сразу за неделю все прекращу. Что оно прекратит? Он просто прекратит поддержку Украины и заставит Украину подписать капитуляцию. Вот что можно читать в словах Трампа. Поэтому Путин их все слышит то же самое. Поэтому война на истощение. Это один сценарий. А другой сценарий, который я вижу, что сейчас есть вакуум в нехватке вооружения и амуниции Украины, что до тех пор, пока придут уже по новому пакету помощь, что нужно ее использовать. Видите, идет сейчас наступление. Ну, и только что сейчас показывали, что под Харьковом, причем вроде как активный пока без сильного, или увеличения каких-то особых резервов, значит, да, но пошло наступление. Поэтому это все ситуация. Сейчас эти два месяца, ну, не два, может, месяц, Путин, конечно, использует. Так что я думаю, что начало июня, это вот самое такое время. Сейчас все, закончились внутренние процедуры, инаугурации, 9 мая, всех он переподтвердил, все и так далее, и так далее, значит, поэтому это вполне вероятно второй сценарий. Первый сценарий, как говорю, продолжать войну на истощение. В надежде, что Трамп ничего не поможет. Эти 60 миллиардов кончатся. У вас сейчас 60 и 60 примерно, 120 миллиардов, а у Путина, если пересчитать его рублевые расходы бюджета на войну, то это будет примерно 170 миллиардов долларов. То есть у него преимущество и даже в вооружении, не говоря же о живой силе. Поэтому он считает, что это может двигаться. Ну, конечно, война на истощение тоже долго она не может длиться и для него самого, потому что экономика в нехорошем состоянии. Финансы более-менее из-за доходов от экспорта нефти. Но ситуация даже в ближайших там нескольких лет, она непростая. И риски огромные, экономические риски. Савик, вы хотите добавить? Ну, я скажу, ну, там несколько слов. Что касается Трампа, смотрите там. Он назвал Виктора Орбана самым великим политиком Европы. Да, он сначала его лидерам Турции назвал. Что от него ожидать дальше? Что касается помощи, вот Михаил говорит, что надо в два раза увеличить, и это правда, но вооружений в Европе столько нет, и на складах точно. И, ну, деньги можно. Да, вот финансовую помощь можно увеличить. Но что касается России, конечно, Россия сейчас в преимуществе, и она может за этот месяц, полтора, пока не подойдут вооружения, она может предпринять что-то и серьезнее, чем вот эта вот баталья на границе с Харьковской областью. Потому что я думаю, что это отвлекающий маневр или сковывающий маневр, чтобы Украина никуда не могла перебрасывать войска, там, на Часов Яр или куда-нибудь еще. Да, но вот те красные линии, о которых говорил Михаил, о которых опубликовала статью из своих источников газета «Република итальянская», значит, первая красная линия – это прорыв в сторону Киева, если это происходит, то НАТО входит в войну, это первое, да, и второе, ну, и третьи страны вмешиваются, да, вот что важно, имеется в виду Белоруссия, конечно, да, вот она вмешивается, хотя я не знаю почему, но, по-моему, Белоруссия уже есть часть этой войны. Значит, и вторая красная линия – это если они ударят по странам Балтии, по Польше, ну, Польша тоже страна Балтии, и Молдова. Вот Молдова, я полагаю, что они имеют в виду Приднестровье в основном, что вот, вот это две красные линии, о которых есть и другие, мы не знаем, да, но Макрон очень-очень-очень-очень его вот это интервью журналу «Экономис», да, которое на обложке, да, то есть что Европа стоит перед фатальной там судьбой, да, ну, в общем, да, что вот мы на грани краха, и вот это все интервью, оно пронизано вот этой мыслью, ну, конечно, я понимаю, что там европейские выборы на кону, что вот есть всякие причины, почему Макрон это говорит там пропагандистско-политически, но в принципе он говорит правду, потому что война – это европейская, она не война между Россией и Украиной, да, то есть это не только, она уже европейская, да, поэтому Европа должна это понимать. Саек, ну вот вы сказали по поводу ввода войск НАТО в Украину и вступление непосредственно в войну, а я вам хочу процитировать, несколько дней назад лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключает участие американских войск в войне в Украине, и это, надо сказать, первое такое заявление такого уровня чиновника американского про американские уже силы, живые силы. О чем это нам говорит? Я не знаю, не очень. То есть, ну, во-первых, пока говорится о военно-воздушных ударах, да, пока не говорится о людях на земле. Что, ну, понимаете, я не знаю влияние этого высказывания. Да, есть согласовано ли оно с кем-либо, то есть согласовано ли оно с Белым домом, там, и, не знаю, там, с другими чиновниками, там, или ЦРУ, или Министерство обороны. Я не знаю, этого я не знаю. Я не знаю, вот, насколько оно весомо, это его заявление. Михаил Николаевич, а вы думаете? Я думаю, что это заявление не согласовано, но это говорит о том, что в верхних эшелонах, в эстеблишментах США, тоже эта дискуссия идет. То, о чем я говорю, что все готовятся, что в этом году надо принимать решение. То есть, принимать решение мы. Мы даем возможность Украине поддерживать, чтобы она не просто заключила перемирие, а освободила свои территории, то есть Путин был побежден. Или мы делаем Путина, диктатора Путина, значит, победителем, так сказать, всех и вся. Если сейчас будет перемирие, и все оккупированные территории останутся под его контролем, и все это затвердят, значит, пускай это не будет принято Украине, но это будет перемирие, значит, и Путин будет, как это было с Донбассом, с Крымом в 2014 году, так это и будет сейчас, как уже с большей частью. Но я возвращаюсь к тем сценарием, который я начал обозначать, значит, в предстоящем месяц-два. Когда я говорю, что война на истощение, это один самый такой инерционный сейчас сценарий. Но вы вспомнили, значит, про красные линии, значит, они не случайно, так сейчас сегодня обозначены, стали публичными утечкой через итальянскую газету. Потому что я думаю, предполагаю, что Путин как раз и хочет сделать удар серьезный, это туда, на Одессу и до Приднестровья, и здесь сверху, значит, на Киев. Для того, чтобы занять очень, так сказать, выгодные позиции, с позиции силы, он не собирается оккупировать Киев навсегда, значит, для того, чтобы именно заставить, принудить Запад и Украину согласиться с теми оккупированными территориями, которые есть сегодня. Включая вот то, что он сейчас там около Харькова формирует так называемый там коридор там и так далее, безопасности и так далее, что там вроде Белгород под ударами именно из того, что близость украинских войск, значит, она обеспечивает им такие и такие вещи. Это, опять-таки, это максималистский сценарий. Я не думаю, что, так сказать, вероятно... Для этого нужна мобилизация, правильно? Для этого нужна... Там есть резервы, но для этого нужна будет и мобилизация. Вот вы сказали о том, что красные линии, но красные линии – это и то, что постоянно повторяет Путин, и он угрожает всему миру постоянно применением ядерного оружия. Очередной виток этого ядерного шантажа тоже на днях состоялся. Он заявил, Путин заявил, что он начинает подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Мол, это реакция на заявление Макрона, кстати, который в том числе сказал, что готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для защиты Европейского Союза. Мол, это реакция на F-16, которые вот-вот на днях мы ждем уже в Украине и так далее. Скажите, пожалуйста, вот насколько сегодня, вероятно, такая история с применением ядерного оружия? Если он действительно отдаст приказ, этот приказ исполнят в России? И какой масштаб вообще разрушений может быть? Плюс тут еще вопрос. Состояние ядерного вооружения в России, о котором тоже специалисты часто дискутируют, не понимая, в каком оно сейчас находится состоянии? Ну, прежде всего, я думаю, что это нереальный сценарий. Путин прекрасно знает, что применит ядерное оружие тактическое, конечно, идет речь о тактическом, что он сильно много чего не добьется, но негатива работает много. Плюс это сразу же будет ответ на удар не ядерный, но будет очень большой и очень, так сказать, сокрушительный со стороны НАТО. И он об этом знает. Это значит, будет война прямой. НАТО будет включиться в войну и будет сокрушительный удар. Поэтому это уже давно, уже больше года, эта тема уже фактически закрыта. Плюс к этому еще вы, наверное, помните, что китайский лидер, представитель СИИ, заявил о том, что он осуждает возможное применение ядерного оружия. То есть последний кто-либо еще мог поддерживать. Путин, значит, тоже сказал, что мы все осуждаем. Поэтому это ничего ему сильно не дает. Поэтому думаю, что это нереальный сценарий. А состояние сил ядерных сил России, я думаю, что в нормальном состоянии. Потому что я им всегда уделял самое приоритетное внимание, в первую очередь, этому. Поэтому я не вижу там больших проблем. Исполнят и приказ не исполнят, думаю, задумаются. Зная последствия, которые будут для всех, не только для Путина, а не только для вооруженных сил, но и для всей инфраструктуры, российской, значит, думаю, что эти люди, значит, будут колебаться в исполнении такого приказа, если он поступит. Но я думаю, такого приказа не поступит. Царик? Ну, учения, они объявлены в Южном военном округе, да. И зная вообще, как бы, практику российских учений, я боюсь, чтобы они на себя не бросили что-нибудь. Ух, что же вы боитесь? Это как раз хорошо. Нет, у меня человеческие жизни, как бы, там нет. То есть, ну, всякие бывают люди. Но я тоже думаю, что он не пойдет, но хотя он такой непредсказуемый человек, вы понимаете, он готов, мне кажется, что он готов с собой. И вот после меня потоп. Да, вот нет, нет меня, нет мира. Он уже, вы понимаете, он уже где-то, где, я думаю, нет никакого рационального зерна вообще. Что касается удара, то куда? По Украине сделать Хиросиму и Нагасаки, типа ударить по двум или по одному городу, да, и заставить Украину капитулировать. Ну, я думаю, что это ничем хорошим для России не закончится. Это вот тут я с Михаилом абсолютно согласен, что будет ответ чудовищный. Плюс, Савик, я не соглашусь с вами, то, что Путин, значит, уже готов там на любые шаги. Он по-прежнему в жесткой форме, но рассуждает рационально, значит, хотя мы видим, что у него все время бывают свески такие, что, значит, вроде на грани уже совсем. Но тем не менее, тем не менее, у него обучение КГБшное, а не армейское. Это армейский генерал готов, значит, там с автоматом пойти в бой там и умереть, значит. А офицер КГБ, он обучен другому. Он должен спровоцировать и убежать. Поэтому вся политика или все действия этой власти, которая пронизана всем духом КГБ, она именно такая. Везде спровоцировать, что-то сбоку там где-то еще там из-под тишка ударить там и так далее, и так далее. Поэтому я не вижу, не вижу даже ментально в головах этих людей, чтобы они такие планы, так сказать, разрабатывали всерьез. Они только пугают этим делом, но всерьез они, конечно, не будут. Все, большинство, большинство людей хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. Никто не спрашивал, Путин не спрашивал их. Даже у всей правящей группы. Никто не спрашивал, Путин не спрашивал. Хотите ли вы, или будете, давайте мы повоюем с Украиной, что-то там добьемся. Это было шоком, кроме небольшой, совсем узкого круга людей. Поэтому они все хотят, чтобы война закончилась. Они просто в ловушке, они не могут туда выскочить, они хотели бы убежать за границу. Но это все, теперь они все пацанцами, и что они понимают, что все, они уже заперты вместе с Путином. Но ждут, когда это будет закончиться. И любое волнение, оно будет, конечно, работать на раскачивание этой ситуации. Поэтому сегодня Путин все сжимает, сжимает и сжимает. И все элементы страха, значит, сегодня становятся, значит, фактически механизм управления вообще всей правящей группой. Я согласна с Михаилом, потому что, как сказал мне один умный человек, Путин хочет править к Сталина, а жить как Абрамович. И, собственно говоря, тот дворец, роскошный в пиджике, который мы увидели буквально несколько дней назад изнутри, потому что скрытая съемка, скрытая камера, показали на ВВК продолжение, по сути, того фильма, который Навальный снял в свое время. Оно говорит о том, что не для смерти он явно себе готовит такие хоромы, все в золоте, в роскоши и так далее.